Каждая четвертая ДТП в республике происходит по вине автомобилистов с водительским стажем менее трех лет. Сегодня на расширенном заседании Комитета парламента КБР по промышленности, связи и дорожному хозяйству обсудили исполнение законов в сфере подготовки водителей. По справке ГИБДД республики, из 63 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, которые были зарегистрированы с начала года, почти половину совершили новички. Не говоря уже об авариях, где обошлось без тяжелых последствий. Эти цифры, как считает вице-спикер парламента Надби Базиев, свидетельствуют о крайне низком уровне профессиональной подготовки водителей. Сам преподавательский состав этих учебных соведений желает быть гораздо лучше, потому что те, кто преподает, не имеют сами образование. Они преподают то, в чем сами плохо разбираются. Кроме этого, материальная база этих образовательных учреждений, ну, мягко скажем, существует не на должном уровне, а порой даже совсем не существует. И мы, значит, выдаем право пользования автомобилем, водороботом тем людям, которые, может быть, научились включать скорость и нажимать на педаль газа. Из 36 автошкол только 8 являются государственными. Правительство России утвердило 28 федеральных учебных программ, по которым они готовят водителей. Как отметил начальник управления ГИБДД Юрий Бегидов, ведомство может приостановить деятельность автошколы, если у нее нет полигона или соответствующих кабинетов. Но вмешиваться в учебный процесс не имеет права. Причем такой учебный центр может открыть каждый желающий при наличии соответствующей материально-технической базы. На заседании внесено предложение ужесточить контроль за автошколами и отзывать у них лицензии, если выпускники часто фигурируют в сводках ГИБДД. Спасибо. 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 Спасибо.